Русские новости Предвыборный год связан с обострением всякого рода шизофрении, в том числе и пропагандистской. Она захватывает разные слои общества, каждый по-своему сходит с ума, в Кремле по-своему сходит с ума. Вырастив у себя в кармане Алексея Навального, они теперь его превращают в прообраз Гитлера. Посмотрел я этот ролик, но это действительно создавалось каким-то человеком, видимо взятым прямо из психушки. Ну это же совершенно такая элементарная и, можно сказать, ребяческая процедура. Взять и что-нибудь лицо налепить на место лица Гитлера и объявить о том, что Навальный оказывается вовсе совсем не демократ, он нацист, фашист. И во всех деталях давай его склонять по этому поводу и начать вообще все с того, что он вашу маму изнасиловал. Вот прямо так и сказано в начале этого идиотского ролика. Я не защищаю ни Навального, ни кремлян, я считаю, что это одно и то же. Из одного лукошка взятые люди с одним и тем же психотипом, с одними и теми же установками, совершенно деструктивными. Это люди абсолютно не самостоятельные, им дают задание, они его выполняют. Ну Навальный, скажем, выполняет свое задание достаточно успешно, но при таких-то деньгах. Так если прикинуть, чтобы в каждом регионе России создать штаб-квартиру, да еще нанять там несколько человек, каждый поймет сколько это стоит и как легко это все пресекается. Почему это все не пресекается? Понятно почему, потому что они же это и создают. Они создают себе удобного противника, которого потом легко контрапупить. Вот они его контрапупят, его такими примитивными методами, объявляя, что кругом фашисты. Фашисты поднимают голову и вот показывают череду разных кадров. Якобы Навальный, это вот такой приятель самых жутких нацистов, показывают одного за одним тех людей, которые давно уже на слуху. Собственно, кто их на слуху, кто их на слух вывел? Те же самые средства массовой информации, та же самая Кремль. Точно так же их и создавала. Меня задело в этом ролике, что там, может быть, не все заметили, мелькнуло название нашей партии «Великая Россия». И если там человек знает о том, какой кадр показывают, можно и меня там заметить. Обо мне там не говорится, но вот выводятся персонажи. Страшный фашизм от Константина Крылова, но просто ужасный фашист. Нацдем на самом деле, какой фашист, да? Это Муссолини в гробу перевернулся. Или ужасная, одиозная личность Владимир Тор, Владлен Кралин. Ну, прямо вот жуть какая. Наверное, спит в обнимку с нацистским знаменем. И вот вся эта чушь вот в таком же духе. Я могу сейчас пофантазировать, попридумывать всякого бреда. И вот это все они в таком же духе и выкладывают. Показывают там Георгия Боровякова, который давно в тюрьме сидит, какое отношение он имеет к Навальному. Ну, мимо, наверное, рядом, однажды прошел. Сидит в тюрьме. По ложному обвинению я участвовал в этом процессе. Видел полную фальсификацию всего процесса. Человека посадили на 7 лет. Георгий Боровяков сидит. И выйдет ли он оттуда, и в каком состоянии он выйдет, в какое состояние его здоровье будет. Ну, жуткий нацист. Ну, да, у молодого человека был в голове хаос и ветер в голове. Ну, это был обычный московский парнишка. Не более того. Страшного нациста его приглашают. Он что, вашу маму зарезал, да? Или он кого-то убил. Давайте сравним просто. Вот Путин с Медведевым. И вот эти люди. Ну, они ничтожны в сравнении, даже если они какой-то вред там нанесли или нехорошие слова сказали. Но в сравнении с Путиным и всей этой путинской шайкой, да это какие-то доли процента там десятитысячные, миллионные. Ну, вот это просто из чаде ада. Это Люцифер какой-то. В сравнении с вот мелкими чертями, которые там бегают и, не понимая, что они делают, подыгрывают вот этому Люциферу. Они подыграли неоднократно. Неоднократно. Любили ходить в Кремль договариваться. Национал-демократическая партия ей дали карт-бланш поначалу. Ну, все-то думают, вот у нас есть такие националисты занятные, которые бегут в администрацию президента. Говорят, да мы белые и пушистые. Мы не такие, как они. Мы хорошие нацдемы. Вот они хорошие. И им говорят, да, конечно, конечно, мы вас поддерживаем. Смело, вперед, давайте. Ну, потом партию все равно не зарегистрировали. Но прогнулись-то как глубоко вот эти вот мягкие националисты в рамках управляемого, так называемого, русского национализма. Все эти люди-то были выращены вот из пробирки. Станислав Белковский был сотрудником, который обслуживал администрацию президента. Он все это взращивал, он публиковал там все, что угодно, пожалуйста, кормил там на фуршетах всех подряд. Я даже там однажды, а может даже два раза, нет, один раз был на фуршете, помнится, а один раз вручали премию солдату империи. Солдат империи был, вот я лично вручал такую статуэточку, непонятно из чего, кажется, из фасции даже. Ужас, какой фасции, фашисты опять. Валерию Соловью. Ну, все это было такой игрой, игрой на уровне каких-то таких психотипов. Может быть получится, может быть нет, вдруг в обществе эта тема как-то начнет развиваться. Ну, как-то вот не пошло. Сколько не вливали туда денег, вот, ну, не выходит. Ну, невозможно в России организовать фашизм. 20 человек могут зиговать, и все. И на потребу публики, и на потребу журналюгам везде они все это распубликуют. Не получается, никакого русского фашизма, нацизма, нациал-социализма не получается. Получается такая субкультура, скинхеды там, все, ну, нет никаких скинхедов. Да их никогда и не было. Это действительно была субкультура, а никакое не политическое течение. Да, есть дураки, вот показывают нам очередного дурака Дмитрия Демушкина. Да, у него на плече свастика, да, ну, его когда-то во времена ООН, когда был совсем юным человеком, себе нарисовал. Ну, после этого, правда, не покаялся за грехи молодости. Ну, теперь зато можно лепить на него нацист, фашист, все, поклонник Гитлера и так далее. Может быть, он и поклонник. Да и Христа ради пусть будет поклонником Гитлера. Какое он имеет отношение к политике? Может ли он что-то каким-то образом воздействовать на эту политику? Ни малейшим способом. Пока его не накачивают деньгами, это кремлевская сволочь, у него 20 человек таких же отморозков. Все, накачали, вышло 10 тысяч на русский марш. И все это, кто? Лидер, лидер русского движения Дмитрий Демушкин, который нигде никогда не работал и никогда не учился. Все, что он умеет, это имитировать какие-то навыки ножевого боя. Все, все, это просто юношеский уровень. Вот этих юношей выращивают до такого уровня, как будто они действительно крупнейшие оппозиционные деятели. И теперь для них, из них формируют такой фундамент нацизма, во главе которого идет сам Навальный. Ну и, наконец, Александр Белов, с которым я хорошо был знаком. Именно он больше всего как-то выступал за Навального и сказал как-то в моем присутствии, что единственный наш шанс – это Навальный. Ну и, соответственно, я-то понял потом, что эта связка образовалась давно. Ведь когда появился Навальный, да, ну скажу, что Александр Белов сидит в тюрьме по совокупности политических и экономических статей. Он там получил, кажется, 7 или 8 лет. И сейчас, как раз в данный момент, ему каким-то образом, ну совершенно чудесным образом, не знаю, как такое вообще может происходить, скостили половину срока. Я надеюсь, что он скоро выйдет по условно-досрочному освобождению. И, наверное, появится в политике снова, по крайней мере, сможет там с кем-то встречаться. И о своей тяжкой судьбе поведает, как его засудили за какие-то пустяки. Там, в сравнении с той сволочью, которая вокруг Путина суетится, вот эта вся мерзота, там, какие-то шнеперсоны, которые его окружают. Сейчас очередной рейтинг опубликовали в Форбс. Ну, там понятно, какая этническая группа преимущества имеет какой-нибудь там Мардашов и какой-нибудь Михельсон. Вот это люди, которые владеют крупнейшими достояниями в России. Легальными, разумеется. А нелегальные, это нелегальные состояния гораздо больше у самого Путина, у Медведева, у их ближайших родственников, так я понимаю. Ну, в сравнении с тем, даже если там, ну, нагрел где-то руки на нелегальные деятельности Александр Белов. Ну, его деятельность, ну, там, на несколько миллионов, ну, хорошо, пусть на миллион долларов нагрел. И эти, которые миллиардами и триллионами воруют, просто, несопоставимые вещи. Конечно, вор должен сидеть в тюрьме, но давайте сначала посадим главных воров. Я, конечно, желаю Александру Белову скорейшего освобождения, несмотря на то, что считаю, что он меня предал, что он был моим помощником в Думе, у нас были какие-то совместные дела, совместные планы. А предательство состоялось как раз, когда появился Навальный. Сначала Навальный-то появился как скромный человек, и вот представьте себе, какой-то блогер, никому неизвестный, и вдруг его берут под ручку и приводят, куда бы вы подумали, в кабинет Дмитрия Рогозина, лидера фракции, одного из известных политиков, прямо в Государственной Думе. Огромный кабинет, сидит группа людей, которые обсуждают, как нам провести в 2006 году русский марш, и тут появляется Навальный. Я тогда с ним толком и не познакомился, кажется, может, даже и не встретился. Так по фотографии он вроде сидел в том же самом месте, но как-то вот я с ним на одну фотографию не попал, как в ряду очень многих фотографий, которые в тот момент были сделаны. Может быть, я ушел как раз, а он пришел. Не знаю, но я знаю, что он появился именно тогда. И тогда были массовые задержания, и вот на одном фотокадре, не знаю чем, как-то вот попалась моя фигура там, и с затылка я увидел очень знакомый такой затылок, по росту, по цвету волос, по прическе. И кажется, это Навальный, он тоже был в 2006 году, тоже где-то там проходил. Вроде как приобщился, но к организации русского марша, конечно, он никакого отношения не имел. Тем не менее, был введен сюда, вот в 2006 год. В 2007 год мы его не видели, когда мы проводили в условиях жесточайших репрессий, в условиях избирательной кампании, когда тут все расчищали, лишь бы там не позволить вообще никому. Ну, тогда партия Великая Россия как раз не была зарегистрирована, ее отбросили, и вот все, что мы могли сделать, это принять участие в русском марше, и то под своими флагами не могли выходить, потому что шли судебные процессы, и мы по законодательству могли действовать как оргкомитет только до тех пор, пока нас не зарегистрируют. Ну, мы поэтому и не стали потом регистрироваться, потому что если мы оргкомитет, нам ничего нельзя делать, кроме как формировать партию, а вот участвовать в общественно-политических мероприятиях, заявлять свою позицию не можем. Только агитировать за вступление в партию, за формирование структуры и так далее. А вот в русском марше нет, ну, мы вот тогда поучаствовали без своих флагов. И потом, в 2007 год, выборы состоялись, русских вообще нет, ни одного человека, ни одного русского националиста, родину разгромили в 2007 году, никто не попал. Партия Патриота России, которая заключила с Великой Россией, тогда еще не зарегистрированной, но еще испытывающей надежды на регистрацию, договор, этот договор не был исполнен, вообще никакой избирательной кампании. Геннадий Семигин, может быть, его кто-то помнит, вот человек, который всех нас обманул, тоже с Кремлем, там свои шашни, и это, видимо, уже общее место, если Кремль предоставляет какие-то возможности, какую-то регистрацию, то обязательно вас обманут. И, наконец, мы подкатываемся в 2008 году, когда еще существует ДПНИ, когда Великая Россия уже отказалась от регистрации, но еще не начала какую-либо деятельность, вот такую, не связанную с какими-то официальными статусами, когда все еще думали, а может быть, Рогозин вернется или вообще хоть как-то поможет поддержать новую структуру, хоть как-то пусть без регистрации, но этого не произошло, и Великая Россия в таком замороженном состоянии существовала в виде своего руководства, там из пяти человек, из них два человека вообще никогда или очень редко появлялись, ну, в это руководство входил также Вячеслав Мальцев, кто не знает, был в руководстве партии Великая Россия. Потом как-то тихонечко отгрев в сторону, сказав, что я, извините, очень больной, и пошел баллотироваться от коммунистов. Не получилось, там он уже побывал в Единой России, в партии Великая Россия, потом у коммунистов, вот в ближайшие годы оказался у либерастов. Ну, естественно, нам такой соратник не нужен, и тогда мы просто о нем забыли, а когда он появился снова, мы вспомнили о нем, конечно, недобрым словом, потому что с нами он никаких контактов не поддерживал, ну, и мы не стремимся, чтобы эти контакты когда-либо образовались. В 2008 году в июле состоялась конференция, которая называлась «Новый русский национализм», и вот там Навальный появился уже в качестве главы некого движения, национально-освободительного движения «Народ». Хотя, вроде как, и не он его возглавлял, но он как бы был спикером от этой организации. Вот четыре организации, включая Великую Россию, от которой, в общем-то, актива практически нет, но он был в регионах, бывшая партия «Родина», там мы провели несколько конференций, приезжало по 15 региональных представителей примерно на эти конференции, то есть еще инфраструктура была, но это еще старая родинская, которая не знала, куда себя девать, в отсутствие лидера, в отсутствие регистрации, в отсутствие возможности участвовать в выборах, как партии. Вот, мы в этой конференции приняли участие, но без массовки, только пришли вот с моим другом Сергеем Пыхтиным, может еще кто-то был из нашей партии, не знаю. Ну вот мы вдвоем выступали, выступал Александр Поткин, Белов тогда еще, я как-то его так и не называл, он представлял ДПНИ, Константин Крылов представлял движение, русское общественное движение «Род», и Навальный со своим народом тоже там выступал, выступал нормально, никто его тогда не знал, кто это такой, и движение такого никто не знал, вот сейчас о нем вдруг вспомнили, что оказывается существует движение «Народ», надо же, я вот с тех пор, как прошла эта конференция в 2008 году, ничего об этом движении не знаю, как собственно и как о какой-то коалиции, сказали, коалицию, заключил Навальный коалицию с ДПНИ и с Великой Россией, видимо те, кто рисовал этот убогий ролик, настолько тупы, что они просто не могут там в интернете что-то набрать, несколько ключевых слов, почитать что-то и сообразить, что да и нет никаких соглашений, да, было подписано соглашение, честно сказать не знаю, действительно ли подписывал соглашение Навальный, у меня сохранились только копии, вот кстати, да, русское национальное движение, вот его предложение национального русского освободительного движения «Народ» об условиях возможной поддержки русскими националистами нового президента Дмитрия Медведева, вот какая штучка-то была, а вы думали, с чем Навальный пришел к нам, вот к националистам из партии «Яблоко», да вот с этим, «Яблоко» он прославил с чем, из «Яблокова» его исключили за национализм, не знаю какой уж русский или какой-то другой, но это как-то вселяло надежду, что у него что-то там в голове начало выправляться, укладываться в правильном виде, ну вот у меня бумага, вот я показываю ее, вот она с тех пор у меня сохранилась, вот руснарод.инфо, даже был такой сайт, все, есть Москва, 125-171, абонентский ящик 76, полицовет «Движение народов», кто входил туда, в этот полицовет, одному Богу известно, вот что писали об условиях поддержки Дмитрия Медведева, у них были какие-то условия, у нас, честно говоря, об этом даже думать мы не могли, мы национал-демократы, а не себя национал-демократы, мы просто националисты, а не национал-демократы, исключаем безговорочную поддержку нового хозяина Кремля Дмитрия Медведева, 2008 год, напоминаю, который мы не можем считать демократически избранным президентом России, и демократических выборов президента в 2008 году по существу не было, тем не менее Дмитрий Медведев мог бы получить определенную поддержку националистических сил России при выполнении нескольких необходимых условий. Первое. Прекращение политических репрессий в отношении тех военнослужащих, которые проходили службу на территории Чеченской Республики и были фактически принесены в жертву властям Чечни, несмотря на оправдательные приговоры судов присяжных, в том числе и офицеров Рокчеева, Худякова, Ульмана и других. Правильно совершенно. Всестороннее расследование сомнительной деятельности нынешнего руководства Чеченской Республики и его роли в поднятии мятежа 90-х годов и последующего геноцида русского населения на территории Республики. Очень правильный пункт, только Медведев тут ни при чем. Отмена статьи номер 282, которая в своем нынешнем виде является инструментом политических репрессий. Очень правильная позиция. Восстановление выборности глав исполнительной власти регионов России, введение выборности представителей регионов в Совете Федерации ФСРФ, отмена ограничений на участие блоков и общественных организаций в парламентских выборах, отставка кабинета клептократии федерального правительства во главе с Путиным, проведение досрочных парламентских выборов в условиях реальной политической созидательности и равного доступа к средствам массовой информации. Мы считаем, что Дмитрий Медведев может пойти на все перечисленные шаги, если ему хватит решимости и политического мужества. Ну, такая провокация может быть совершенно наивная, может быть ведущая к чему-то, может быть связанная с какими-то договоренностями. Давайте мы теперь встанем на сторону Медведева, прессанем Путина. Сейчас вот наоборот, сейчас вот Медведев отягощает Путина, наверное, в отставку скоро уйдет от правительства, если уже там федеральные каналы начинают пощипывать так аккуратненько то отдельных министров, то правительство целиком, когда оно там пришло в Думу отчитываться, никто доброго слова о нем не сказал, и даже единороссы и те как-то с оттопыренной губой говорили о деятельности Медведевского правительства. А тут была задумка такая, мы сейчас на сторону Медведева перейдем и скажем, да это Путин отягощает, вот надо в отставку его отправить, мы все сплотимся вокруг Медведева. Что дальше? Что дальше? Это было предложение. После этого были поданы предложения и, вот, а вот даже тут манифест движения, народ у меня есть, движение против нелегальной миграции со своими предложениями выступило, вот, что-то, да, и партия Великая Россия что-то предложила, и РОД, вот это русское общественное движение, открытое обращение к Медведеву, вот такая вот штучка. Мы, конечно, как Великая Россия в этом деле не участвовали. То есть мы, когда меня пригласили пойти на встречу незарегистрированных партий к Медведеву, позвонили из администрации, я знаю этого человека, который звонил, могу фамилию назвать, ну не стану, зачем человеку как-то его подставлять, и его начальство, может быть, вспомнит об этом звонке. Я отказался идти, потому что я сказал, что это самозванец, и прошу мне больше по таким неприличным поводам не звонить. А эти готовы были, готовы и РОД, и народ, и, как я понимаю, и ДПНИ. Вот манифест движения народ. Россия стоит перед лицом новой катастрофы, основные ценности национального возрождения, свобода, справедливость. Мы уверены, что русское национальное возрождение возможно лишь на путях справедливости. Мы отстаиваем принципы, главная задача российского государства восстановить процесс деградации русской цивилизации, необходимо восстановить органическое единство русского прошлого и настоящего будущего, русский крупнейший разделенный народ, и так далее. Не буду читать все это, общие места, которые в 90-е годы были отработаны, ну достаточно квалифицированно написан манифест движения народ. Вы что-нибудь слышали о него, об этом движении? Вы знаете, что Навальный вот с этим выступал бы? Никогда такого не было, поэтому напрасно его фашисты посвятили. Вот нас, русских националистов, вот им всегда нам клеит вот этот фашизм, что, собственно, является прерогативой путинско-медведевского режима. Ну сравните, вот Путин, он же просто один в один, как Гитлер. Нет, не русский Гитлер, а именно как немецкий Гитлер. Отдать территорию, избавиться от русских людей, уничтожить русскую культуру, создать такие условия, когда русские просто перестают размножаться, и так далее, и так далее. Все отдать каким-то инородцам, заполнить страну какими-то иными народами. Ну, все очень похоже. Ну, с точностью до замены. Конечно, Гитлер еврейское лобби, наверное, бы не допустил, немецкий Гитлер. Ну, Путин вот в этом, наверное, различается. Гитлер-то уничтожал русский народ для того, чтобы свой собственный как-то возвысить и считал нас недочеловеками. Это везде у него было расписано, что славяне нелюди, поэтому что их жалеть, надо уничтожать. У Путина это устно не проговаривается, но по факту так. Мы уже понесли потери от Путина гораздо больше, чем от Гитлера. Гитлер бы, конечно, уничтожая русских, не передал бы управление еврейским лоббистам. У Путина это легко. Богатейшие люди, горские евреи из Кавказа, это самая богатая этническая группа, в ней больше всего миллиардеров, больше всего тех, кто зафиксирован в длинном списке Forbes. Вот так получилось. Ну, скажем так, как Гитлер с шиворот на вывороты некой такой подменой. То есть вроде как и не российский Гитлер, и не совсем немецкий, а какой-то, может, получается, действительно он такой от библейской нации сформировался как некий не просто диктатор, а изувер, который уничтожает все. Ну, в сравнении с ним, конечно, ну что такое Навальный? Ну, пустячок. Если только, правда, его как-то, вот эта нынешняя группировка, разыграя вот эти шахматы такие, раскачивая лодку, то, значит, от Путина к Навальному, так из кого же вы выберете, граждане? Из кого же вы выберете, русский? Какого палача вы себе назначите? Снова Путина? Или, может, давайте новенького? Ну, новый-то палач, он даже поинтереснее будет, за ним наблюдать интересно. Смотрите, как интересно наблюдать за Навальным. Даже толпа людей выходит посмотреть, где там Навальный, что он такого там скажет. Ничего умного, конечно, он сказать не может, ну, потому что просто за ним такая функция не закреплена, не надо ничего умного, все уже сказано. И вот пакт 8 июня 2008 года был подписан, в котором было сказано, интересно, что я вот тут удивляюсь, впереди партии Великой Россия, написано, политическая партия Великой Россия, движение против нелегальной миграции, русское общественное движение и движение народ, в дальнейшем стороны, исходя из необходимости координации деятельности русского национального движения в современных условиях, принимают решение, они же в следующем. Стороны сохраняют свою организационную независимость и самостоятельность. Стороны обязуются строить взаимоотношения на принципах уважения, открытости, доверия, солидарной выработки, солидарной выработки решений по вопросам совместной деятельности. Стороны договариваются координировать свое взаимодействие с органами власти в центре и на местах, информируя друг друга о подобных контактах. Никогда ни разу такого не было. Никто ни о чем вот нашу партию никогда не информировал. Я понимаю, что они друг друга информировали, они шли так плотненько. Навальный рядом с Беловым-Поткиным, Белов-Поткиным рядом с Крыловым, там еще прибился Демушкин тоже. С 2008 года, кстати, Белов и Демушкин решили почему-то монополизировать русский марш, который ни они придумали, ни они проводили. В 2007 году был какой-то орган, а в 2008 году они никого не стали приглашать. И решили, что нет, а зачем им какие-то лишние люди? Мало ли они что скажут с трибуны. Вдруг за ними кто-то пойдет, они за вот этими двумя попугайчиками вместе с Навальным на заднем плане. Навальный появляется потом позже, и его технологиями, его деньгами привлекаются. Вот так все был, русский марш, ну тысячи, две тысячи, вдруг раз, десять тысяч, пятнадцать тысяч. Откуда это все взялось? Такие организаторы, просто вот Белов с Демушкиным, которые вот в одно мгновение могут десятикратно увеличить численность пришедших на русский марш. Конечно, это вранье. Конечно, это вранье. Присутствие Навального в этой тусовке определяет, почему. А почему у Навального приходит такое количество людей? Вы думаете, что все это навальнисты? Нет, миллион человек знает, десять тысяч приходят. Это нормально при информационной работе, которая требует огромных финансовых выливаний. Вот эти выливания были в русский марш, чтобы, не дай бог, не пошел за русскими консерваторами, за настоящими русскими националистами. Нет, надо идти в сторону нацдемов или совершенно уже отмороженной группировки, которая вот приходит с футбольными болельщиками, которыми главное побузить, потусить. И им сказали, да ничего с вами не будет, мы вас защитим, юридические службы и так далее. Наврали, конечно, как и сейчас будут врать. Будут говорить, ничего вам не будет. Будет наоборот все очень хорошо, мы никого не забудем и так далее, и так далее. Врут всегда. Если нет ответственного отношения между лидером и какой-то общественной структурой, которую он создает, тогда никаких обязательств нет. У Навального нет никакой структуры, он ее специально и не создает. Почему? Чтобы не иметь ответственности. Ну, такова технология. Так же, как с Ельцином. Вот Ельцин 2, только человек без какого-либо опыта вообще продуктивной деятельности. Ну, я дочитаю. Тут, может, это не очень интересный документ. Стороны договариваются ввести практику взаимных консультаций при взаимодействии с различными общественно-политическими структурами. Стороны договариваются о необходимости планирования и проведения совместных мероприятий, отвечающих целям и задачам, которые стоят сегодня перед Русским национальным движением. Стороны признают необходимость, активное участие в выборах различных уровней и договариваются о взаимной координации усилий в этом направлении. Стороны договариваются совместно бороться с русофобией во всех ее проявлениях, в частности, противостоять несправедливому применению 282-й статьи против активистов Русского национального движения. Для реализации изложенных выше задач стороны учреждает Национальное информбюро, которое ставит своими задачами обмен информацией, координацию деятельности, мониторинг проявлений русофобии. 8 июня 2008 года, Великая Россия, ДПНИ, Народ, РОД. К сожалению, у меня не сохранились собственно подписи, поэтому я не помню, кто за народ подписался, за остальных-то я прекрасно понимаю. Может и Навальный подписался, но только эта бумажка не была выполнена никогда. Мы-то ее подписали, собираясь выполнять, но наши партнеры не собирались. В июне мы собираемся и договариваемся о взаимодействии. Информбюро, конечно, никакое не создается, никто и не продолжает этой деятельности. А в ноябре уже проводится русский марш, то есть объявляется о его проведении без нас. Мы говорим, вам не согласовывают, вы проводите тогда не русский марш, а День мента. Но там тоже провокация такая была. Ну, вроде как, мы к Медведеву, к Медведеву, а провокация такая, не, мы сейчас выдвигаемся прямо марш на Кремль. Вот ни много, ни мало объявляется марш на Кремль. Естественно, его не согласовывают. Люди выходят на поверхности станции метро Арбатская, и тут их принимает огромное количество полиции. А марш, что намечается, вы думаете, на Кремль? Нет, он намечался, как оказывается, прямо в противоположном направлении, то есть от Кремля. Ну, так, чтобы и волки целые, и овцы сытые, да. То есть, чтобы и полиция, вроде как, не сильно зверствовала, и все были довольны, что они, кажется, в марше на Кремль участвовали. Ну, естественно, мы тогда к этому отношению никого не имели. Более того, я с критическими выступлениями обратился к тому же Поткину, про Демушкина вообще тогда никто не знал, кто это такой, какая-то шпана мелкая. Я сказал, ну, нельзя проводить русские мероприятия, когда вы ходите, орете матерные речевки. Когда у вас там зигующий, этот молодняк, которому никто у короту не дает, когда полный беспорядок, отсутствие каких-либо целей и документов, отсутствие дальнейшего структурирования, вы же ничего не делаете. Вы просто выталкиваете людей на улицу, они размялись, ну, тогда, слава Богу, штрафы были небольшие, а сейчас штрафы огромные, и сейчас эта машина работает просто как часы, тысячу человек в суде просто на конвейере осудить, там по 30 тысяч можно легко каждому впаять, а то и по 300 тысяч. Вот на что тогда подталкивали, и, естественно, что Великая Россия в этом не участвовала, тем более свой актив на это бросать не желала. Кто-нибудь, думаете, с нами обсуждал какой-либо вопрос? Информбюро, проведение русского марша, проведение хоть чего-нибудь. Вы думаете, Навальный с тех пор остался? Я его с тех пор не видел. Я его с тех пор не видел, он после этого свалил в Кировскую область, туда заниматься Киров лесом, сбил их там какие-то, шашни у него там. Виновен он, не виновен? Я не знаю. Даже если он виновен, это копеечная вина, в сравнении еще раз подчеркну, с вот этой путинской шайкой, которая грабит страну просто в астрономических количествах. Навальный – это просто пренебрежимо. Но если он заменит, если одного на другого заменить, я не удивлюсь, если вот этот астрономический грабеж сохранится. Тем более, что Навальный выступает, конечно, против коррупции, но не против системы. Против отдельных людей, но не против системы. А система должна быть заменена полностью. Вот еще о чем я забыл сказать у той самой конференции «Новый русский национализм» в 2008 году, что это было разводилово даже для тех, с кем подписывались какие-то документы о сотрудничестве. Не знаю, кто уж это придумал. Я предполагаю, что это Александр Поткин придумал для того, чтобы привлечь внимание вот такие у него технологии. Может быть, кто-то из Кремля подсказал. Надо было создать какой-то скандал. И вот были наняты ребятишки, которые якобы под видом прессы, ну, представляете себе, такие ПТУшники приходят, якобы у них удостоверение прессы, их регистрируют и пропускают в зал. Но они устраивают там провокацию. Вот якобы это какие-то вороги просочились, и так и не обозначив, кто они такие, что им вообще надо, и начали забрасывать в какой-то момент Александра Поткина, стоящего на трибуне, резиновыми фалосами. Конечно, шум гам, все вскакивают, там этих двух или трех ребят скручивают. И Антон Сузов берет этот резиновый фалос и запихивает под видеосъемку и фотосъемки, запихивает в рот этому молодому пареньку. Я так понимаю, что было оплачено. Оплачено, и вот паренек на это пошел. Видимо, очень нужны были деньги, и деньги, наверное, были заплачены хорошие. При этом Навальный кричал, не надо ему никого, не надо никому ничего никуда совать. Видимо, он был не в курсе этого дела, но скандал-то должен был быть. Там еще пару человек скрутили еще на входе, они прорывались, как будто кому-то эта конференция, новый русский национализм, была настолько не по душе, что прям надо было громить, целые какие-то банды на крышу еще залезли, какой-то баннер пытались растянуть. Я не сомневаюсь, что это все была разводка, о которой наверняка знали и полицаи, которые вокруг там присутствовали, они, кстати, очень плотно как-то охраняли это помещение, по-моему, это было в каком-то конференц-зале гостиницы «Космос», тоже местечко такое хорошее, и там просто прорыва этой полиции была, откуда бы она могла взяться. Мы проводим какую-нибудь конференцию, у нас что, полиция, что ли, охраняет? Да никогда такого не было. Я думаю, что это все было намеренно сделано для пиара, пиар как-то не очень получился, в центральных средствах массовой информации это все не было отражено, но, наверное, поразило сознание или поразило внимание тех людей, которые присутствовали в зале. Вот, сожалею, что вообще такие вещи могут случаться в политическом процессе, что вместо нормального политического диалога, вместо того, чтобы выступать в доступных средствах массовой информации, вот, такого рода уловки вообще могут существовать в нашей жизни. Они продолжаются и сейчас то же самое пытаются сделать и прокремлевские, и антикремлевские. Ну, давайте какой-нибудь скандал. Наверное, он должен быть с каким-то сексуальным подтекстом, иначе будет неинтересно. И вот здесь какой-то подтекст придумали. Ну, люди с таким порнографическим складом ума, типа Поткина и Крылова, они, конечно, готовы на это. Они готовы. И в дальнейшем события-то показали, что действительно склад именно таков. Они готовы вот такой сексуальный мотив куда-то вот заложить для того, чтобы как-то прославиться. Отвратительно все это. Поэтому я с этими людьми, я с ними знаком, но я с ними никогда не продолжу знакомство. Если бы я знал подоплеку всей их натуры, я бы к этой натуре просто не прикасался. Мне просто неприятно вспоминать о том, что я с этими людьми когда-то вообще имел какие-то дела. Впрочем, не знаю, может быть, Саша Белов как-то образуемся. С Крыловым я уже никогда просто даже постараюсь не подходить даже на расстояние вытянутой руки. Настолько мне это мерзко. Здесь вот в этом ролике поганом и во всей этой истории выворачиваются наружу тайные механизмы манипулирования русским национальным движением, которому не дают подняться. Его же топчут многие годы. Вот как оно начало появляться в начале 90-х, вот и до настоящего момента. Посадки, это провокации, это внедрения разные. Снова вспомню гибель в тюрьме Петра Хомякова, которого втянули, это профессор, ученый, умница, его втянули в это Северное Братство и фактически обманули, сказали ему, что там все нормально, у нас в верхах есть поддержка, вот давайте вот вам деньги осваивайте. Начали осваивать, потом деньги оказались ворованные, и Петр Хомяков пошел в тюрьму и оттуда уже не вышел. Его не выпустили, я уверен, что его убили. Потому что в русском движении не должно быть интеллектуалов, и если они есть, то вот их надо изолировать. В какой-то степени я чувствую такую изоляцию, что меня вообще стараются никуда не пускать. Пускали в какие-то моменты, уже последние несколько лет, вообще никуда, вообще никуда. И ситуация именно такова. Если посмотреть генезис всех этих людей, которых нынешние пропагандисты и кремляди называют фашистами, нацистами, и как-то пытаются прилепить к Навальному, они в этом правы, что эти люди прилеплены к Навальному, множество можно увидеть фотографий на русском марше, вот Навальный что-то там несет черно-желто-белое полотнище, вот он с Демушкиным, вот он с Поткиным, вот он с Крыловым, все они его любят и считают его своей надеждой. И даже маечку такую выпускали, русские за Навального, ну как может быть русский человек за Навального, я вообще этого не понимаю, он может быть за справедливость, за свободу, но за Навального, извините меня, это уж надо быть таким отмороженным человеком, что дальше ехать некуда, но этим людям почему-то было выгодно. Я предполагаю, что все-таки это финансовые потоки, а не такая внезапно вспыхнувшая любовь. Ну плохо это кончилось, вот любовь к деньгам плохо кончилась для Александра Поткина, я сожалею, что у него такая трансформация личности произошла, когда он стал бравировать внезапно появившимися у него деньгами, попрекая других, что вот у других в кармане нет тысячи долларов, а даже еще скажу, что был такой момент, где-то это был 2010 год, по-моему, одна из моих попыток давайте все-таки вернемся к созданию коалиции, вот мы подписывали новый русский национализм, может быть все-таки вернемся, попытаемся сбить какую-то группу организаций вместе. Тогда мне Белов Поткин сказал, ну да, конечно, но давайте мы входной билет обозначим 10 тысяч долларов. Я подумал, да у меня и 100 долларов в кармане нет, какие 10 тысяч долларов, ну на этом все и закончилось. В общем, тогда я понял, что у него другие партнеры есть, которые могут выложить эти 10 тысяч долларов, вот я не могу ни из своего кармана, ни из партийного, никогда таких денег у нас в нашей партийной кассе, по крайней мере, никогда даже рядом не было. Ну там тысяча долларов, может быть, иногда случается, как-то вот пожертвования стеклись, и вот мы их собрали и на что-то потом потратили, на какие-то публичные мероприятия, там звуковая машина, какие-то баннеры и так далее, ну чтобы так взять и куда-то там кинуть в непонятную общую кассу, ну даже этого у нас никогда не было, почему? Потому что перекрыты вообще все финансовые возможности, а здесь вот эти ребята нашли, нашли, нацдемы нашли, вот эти нацики, так называемые, которые провоцируют дурацкую молодежь, которая спьяну, там зигует, вообще не понимая, что делать, и наносит себе татуировки, которые потом приводят к тому, что стыдно маечку снять летом. Вот такая атмосфера Навальнищина и заклятые друзья русского национализма, которые против него и воюют, потому что если будет настоящий русский национализм, то что там будет делать порнограф Костя Крылов, что там будет делать мелкий бизнесмен Саша Поткин, что там будет делать мелкая шпана Дмитрий Демушкин, да нечего там им делать, абсолютно им там делать нечего, какие они русские националисты, они книг-то не читают, зачем им это нужно. Вот Костя, он так пишет, да, и стишки такие пишет, от которых просто воротят, их даже цитировать невозможно, настолько они отвратительны, или там в порнографической передачке участвуют. Саша Поткин тоже там с Катей Муму повалялся где-то, и эта запись прямо на телевидении вышла, но замечательно, человек политикой занимается и ни в чем себе не отказывает, да, как и его задержание тоже с определенными событиями происходило. Ну, я свидетельствую не как человек, который знает все доподлинно, а человек, который, ну, то, что видит, о том и говорит. Я не провожу какие-то расследования, но я вижу, что вся вот эта кухня, созданная там Навальный, Демушкин, Поткин, Крылов, вся эта кухня создана ФСБшными технологами и Кремлевской администрацией. Они не брезгливые, они делают все, что угодно, они могут делать все, что угодно, в том числе со своими адептами и агентами, которые думают, что они, ну, чего-нибудь они выслужат, там, какой-нибудь, может, депутатский мандатик, и вот они остепенятся к какому-то моменту и, наконец-то, им что-нибудь разрешат. Ну, им разрешают вот в рамках того сценария, который постоянно трансформируется, изменяется и делает из этих людей дураков. Ну, вот я как-то к этим кремлянам не принадлежу и считаю их просто отморозками в последней степени, значительно более глубокой заморозки, чем люди, которых я называю заклятыми друзьями Великой России и русских националистов, ну, которые имитируют национализм. Эти-то уж совсем отморозки, ну, типа там, Владислава Суркова, конечно, это уже просто край, это уже за пределами. Вы знаете, есть такое, как картина Дантова Ада, Данте Алигери написал там в своей божественной комедии, как он спускается вместе с Вергилием там в глубину Ада и в самой глубине на коленях у Лецифера сидит Иуда. Вот на коленях у этого Иуды тоже много кто там сидит. Из тех, кого я знаю лично, которые, ну, они, правда, совершили на такие мелочные пустяки, но уж рядом с Иудой там люди типа Путина, Медведева, ну, это несомненно и ключевых олигархов. Поэтому их как-то надо туда, вот их место там выделено уже, надо как-то их туда, в общем, спровадить, потому что иначе тогда нас на тот свет отправит весь наш народ и на распыл пустят всю историю России, Российской Федерации, это плевать, обломок, всю историю России и весь русский народ просто сведут на нет. И нам надо как-то этому противостоять, то есть мы не должны не бежать, задрав штаны за Навальным или там Ходорковским, которых тоже вот держат определенным образом, ведь нам на 29 апреля не дали пройти по тому маршруту, который предложили почему-то Ходорковскому в центре Москвы, вот как интересно, да, а нас опять на периферию, давайте на Октябрьское поле, конечно мы на Октябрьском поле пройдем, но я думаю, что близится тот час, когда мы не согласимся с товарищем Черниковым, который обслуживает интересы всей этой шайки, такой есть глава департамента, заменил предшествующего негодяя, нового негодяя, он вот решает, что он может определять, где нам ходить, что нам говорить, в каком формате выступать, я думаю, недалек тот час, когда он будет привлечен к ответственности, а мы выйдем на улицу, несмотря на его мнение, это самозванцы, Путин, Медведев, да тот же Навальный, вся эта шушера, которая была затолкана буквально спецслужбами в русское движение, это не русские и не националисты, и что нам с ними делить, нам делить с ними нечего, у нас своя страна, а у них какая-то другая, но точно не наша, у нас Россия и русский народ, у них какой-то другой народ и какая-то другая страна, либо отправляетесь в какую-то другую страну во главе со своим Путиным, либо для вас будут открыты ворота места заключения на длительные сроки, если понадобится, то и навсегда, я думаю, что к этому все идет и в ближайшее время это произойдет, лишь бы нам, русскому движению, не валяться в этой грязи, в Навальнищине, в этой надздемовщине, в гитлеризме и в прочей мерзости, которую нам подсовывают взамен русского национализма, взамен русского самосознания. Давайте жить все-таки своим умом, умом наших предков, нашей истории, нашими историческими символами и завоеваниями, и отчаянно ненавидеть ту нечисть, которая захватила нашу страну, и тогда будет наша победа.